Сегодня у нас с вами совершенно особенное видео, потому что у меня есть очень интересная коробочка. Это мой заказ с сайта Fenty Beauty. И сегодня у нас с вами будет все в одном, знаете, и распаковка, и первые впечатления, и тест-драйв на целый день всех продуктов, которые там находятся. Если вы еще не в курсе, Fenty Beauty это новый бренд на рынке косметики. Он только-только появился буквально, может, пару недель, как был первый релиз. Fenty Beauty это бренд, которым владеет Риана, совместно с такой серьезной компанией, как Кенда. Если вы не знаете, Кенда занимается выпуском на рынок брендов, то есть с нуля. И сразу их запускают в Sephora, сразу очень серьезный маркетинг. И они владеют такими компаниями, как Kat Von D, Marc Jacobs, Byte Beauty. Это все очень успешные бренды. В общем-то, давайте без лишних слов начнем уже все-таки распаковывать. Но перед тем, как мы с вами начнем распаковывать, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем. И если вы уже подписаны, то молодцы, поэтому давайте приступать. Как я уже сказала, я заказывала все с официального сайта. Купить это сейчас можно либо на сайте Sephora, либо на официальном сайте Fenty Beauty. Открываем. Нет, еще не открываем, я еще одну сторону не открыла. Мне очень интересно было посмотреть, как все упаковано. Да, видите, да, упаковка не обычная себе коробочка, а здесь вот в середине написано Fenty. Кстати, кто не знает, Fenty это фамилия Рианы, поэтому, собственно, и Fenty Beauty. Чек. И вот так вот все упаковано. Все достаточно хорошо упаковано, то есть ничего, скорее всего, не побьется. Ой, здесь дальше в тищу все так завернуто черного цвета, прям как в маке тоже. И написано Fenty Beauty. Она вышла на рынок с достаточно большим количеством продукции, но не все было для меня лично интересным. Больше всего я хотела попробовать тональную основу, которую я заказала, и также хайлайтер, который у меня тоже здесь есть. Упаковка очень приятная, матовая, но там, где написано Fenty Beauty by Rihanna, там глянцевое такое покрытие. Очень-очень приятно все сделано. Что касается тональной основы, здесь, в принципе, то же самое. Вся упаковка матовая, но только там, где Fenty Beauty, там вот такой вот глянец. Я взяла себе оттенок 150, и вот на оттенках я как раз хочу отдельно остановиться, потому что абсолютно все хвалят Риану за то, что она вышла на рынок с 40 оттенками тональной основы. Это реально очень много. Если у вас были проблемы с поиском тональной основы, именно с подбором оттенка, потому что я знаю, что у нас проблемы в основном со светлыми оттенками, с очень светлыми оттенками. У Fenty 40 оттенков, то есть это реально, это профессиональная растяжка оттенков, это не люксовая растяжка, там где 5, 6, ну 10 оттенков. Поэтому если у вас были до этого проблемы, то в Fenty вы скорее всего найдете то, что вы ищете. Вот так вот, чисто смотря на упаковку, мне кажется, с оттенком я угадала. Все упаковано в вот такое вот матовое стекло, очень приятное, здесь помпа тоже. И, кстати, здесь объем очень странный, на самом деле 32 мл. Обычные стандарты до 30 мл, но здесь 32 мл. Жаловаться по этому поводу я ни в коем случае не буду. И давайте на хайлайтер посмотрим. У них есть обычные хайлайтеры, то есть один оттенок и двушки. Ой, какой он красивый! Упаковка очень красивая, она перламутровая, то есть под определенным преломлением света видно вот такой вот фиолетово-розовый какой-то шиммер, мелкий-мелкий. Давайте сейчас посмотрим. Ой, по-моему, и с хайлайтером я тоже угадала, потому что очень красиво он выглядит. Это золотистый цвет, с одной стороны более такой приглушенный хайлайтер, для тех, кто любит такое деликатное свечение, и второй это когда вам нужен такой ва-ва-вум, выйти и как бы всех ослепить. Но самый главный тест у нас, конечно же, будет в нанесении, в том, как она выглядит на лице и как она носится на протяжении дня. Это мы все с вами проверим. Я сейчас быстренько заглянула на сайт, чтобы напомнить себе точно, что обещает производитель. Это мягкая матовая, матирующая тональная основа, которая очень долго держится, и также отлично наслаивается от среднего до плотного покрытия. Также здесь вскользь упомянуто так же, что она скрывает поры, и даже адаптируется под климат, в котором вы проживаете. Ну что ж, в целом все понятно, осталось только нанести это все на лицо. На эту половину лица я буду наносить тональную основу с помощью спонжа, и на другую сторону лица я буду наносить с помощью кисти. Я выбрала эту кисть, потому что она, скорее всего, у большинства людей есть, то есть я не буду наносить каким-то супер редким беличьим хвостиком, который там повлияет как-то на то, как выглядит тональная основа, поэтому решила взять что-то такое легко доступное для всех. Также на эту сторону, куда я буду наносить тональную основу спонжем, я нанесу праймер от J1 Jelly Pack. Это мой самый любимый праймер, и почему я буду наносить только на пол лица, потому что я хочу посмотреть, помогает ли как-то праймер в носке, и в то же время эту тональную основу рекомендуется наносить с праймером. У нее достаточно высокое содержание силиконов, пускай это вас не пугает, потому что на самом деле матирующие основы, большинство матирующих основ, как раз-таки с очень сильным содержанием силиконов, поэтому здесь ничего необычного, но на одну сторону я все-таки нанесу праймер, потому что кожа у меня не жирная, и я очень переживаю насчет того, как поведет себя моя кожа с этой тональной основой. Я подумала, что если она лично мне не подойдет, то я как бы оставлю для работы. Насчет оттенка я слегка переживаю, потому что подбирала в интернете, и из-за того, что настолько широкая линейка, мне как раз-таки подобрать было сложнее. Вот так вот она выглядит. Ну, в принципе, мне кажется, нормально, можно с таким работать. Да, мне кажется, что с оттенком я очень неплохо угадала. Вот реально она растушевывается очень хорошо и очень быстро. Как будто слегка начинает превращаться в пудру. Может быть, даже слегка темнее можно было взять. Ну, я смотрела обзоры американских блогеров, они все говорят, что она, когда высыхает, она темнеет. Ну что ж, на пол лица я нанесла. Если честно, я сейчас в таком приятном шоке, потому что она прям выровняла полностью тон лица, скрыла какие-то недостатки. Приятный такой вот как пудровый финиш, но в то же время, видите, у меня, где должно быть свечение, оно все равно есть. То есть она ненаглухо заглушила мою кожу, и оттенок тоже мне, по-моему, подходит отлично. Поэтому давайте пробовать наносить на другую сторону кистью. Вот посмотрите, насколько здесь у меня более красное лицо. Сейчас будем это срочным делом исправлять. Кистью, говорят, тональная основа растягивается лучше. Ну да, я, кстати, это вижу. Действительно, это так. И кистью получается более плотное покрытие. Слушайте, вот прям действительно мне пока абсолютно не на что даже пожаловаться, потому что лицо выглядит очень хорошо, непривычно матовым для меня, потому что я все-таки чаще использую какие-то более сияющие тональные основы, но вот прям такое бархатистое ощущение, ощущение очень-очень приятное. Кисть действительно работает неплохо, не полосит. Единственное, чего я боюсь, чтобы она не начала трескаться в каких-то мимических морщинах, в каких-то заломах на лице. Если она начнет трескаться, то, конечно, я и за это немножко сниму баллов. Я только что нанесла бронзер на лицо, и теперь мы уже готовы к тестированию хайлайтера. Я, кстати, по-моему, не сказала, у меня это оттенки Мин Мали, это тот, который более спокойный, тот, который менее спокойный, называется Хасла Бэйби. И я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте сначала я нанесу более спокойный и покажу, как это выглядит, а потом сверху или на одну щеку один, на вторую, другой. Давайте, наверное, на одну щеку один, на другую, другой попробуем. Ну да, этот вот прям совсем-совсем спокойненький, такой вот нежный. Единственное замечание, он для меня все же немножко желтый. То есть он такой вот золотой, который граничит именно с желтым цветом. Теперь на эту сторону нанесу второй хайлайтер. Ой, ну это да, это чисто такое расплавленное золото, а не хайлайтер. Ух! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, да, это именно такая мощная артиллерия, тогда, когда вам действительно нужно просто затмить своим сиянием. Очень такой вот активный хайлайт. Риана еще выпустила один-единственный блеск для губ, который называется Universal Glass, и он очень похож на то, что я сейчас буду наносить. Поэтому закончим именно так макияж. Последнее, что нам с вами осталось сделать, это протестировать его на протяжении дня. Начинаю я немножко поздновато, сейчас вот 3 часа дня, надеюсь, вам это видно, но я до самого-самого глубокого вечера на себе вот это все оставлю, и мы уже в конце дня с вами подведем итоги. И еще тоже один очень важный момент, это то, как тональная основа выглядит не под искусственным освещением, а в натуральном освещении. Я вам тоже эти кадры обязательно покажу, показываю вам живые кадры, и вы сами для себя можете решить, насколько вам это нравится или наоборот не нравится. Ну что ж, прошел уже целый день, и на часах сейчас ни много ни мало, но уже почти 11 часов вечера, а это значит, что тональная основа на мне сейчас на протяжении уже почти 8 часов. Я считаю, в принципе, это достаточно длительное время для того, чтобы ее хорошенько так протестировать, и я думаю, сейчас самое время подвести итоги. Вот сейчас в экранчик, вот тот, который меня снимает камера, я вижу, что у меня достаточно сильно блестит лоб, нос, и в принципе вот эта зона тоже достаточно сильно блестит. Но когда я смотрю на себя в зеркало, я вот такого вот прям активного блеска не вижу, да, я вижу, что у меня вот эта вот зона блестит, но не могу сказать, что как-то прям уж очень сильно. И прошу сейчас учесть, что тональная основа на мне 8 часов, и я вообще к ней не притрагивалась, то есть я не поправляла макияж, я за целый день ничего не делала. Сейчас я приготовила блатерации, и хочу попробовать промокнуть блатерации, посмотреть, что будет после этого, исправится ли ситуация, и разрушится при этом тональная основа или нет. Ну что ж, смотрю я на себя в зеркало очень-очень близко, и на самом деле у меня впечатление только положительное. Вот абсолютно откровенно могу вам об этом сказать. Мне кажется, что эта тональная основа феноменально стойко держится, то есть вот сейчас я убрала лишний блеск с помощью блатерации, и то, что вы видите, вот эти остатки, это мне кажется хайлайтер все же блестит, нежели это какой-то жирный блеск кожи. Мне очень нравится, как она держится, и что меня очень сильно поразило, так это то, что она не завалилась морщиной, то есть она нигде не потрескалась, ни в каких впадинках, ни в каких морщинках, и видя сейчас в зеркале результат, я могу однозначно сказать, что стойкость просто феноменальная. Тональная основа, скорее всего, подойдет чуть ли не всем типам кожи, наверное, за исключением только сухого типа кожи, и с шелушениями особенно, потому что тональная основа может подчеркивать шелушение, но, девочки, я вам хочу сказать, если у вас на коже есть шелушение, нужно кожу от них избавлять, потому что перед тем, как начать тестирование, у меня тоже было достаточно много шелушений на носу, но я прошлась скрабом по этой зоне, и все у меня стало отлично, поэтому как бы на результат это никак не повлияло. Но вот для очень сухой кожи, я знаю, что будет вот этот дискомфорт, будет чувство стянутости, потому что я его слегка ощущала на протяжении дня, потом через пару часов, вот мой естественный жир немножко вступил в реакцию с тональной основой, и стало намного более комфортно, поэтому я как бы жаловаться здесь не могу. Что же касается этого хайлайтера, то, к сожалению, наверное, я не настолько сильно в него влюбилась, как хотелось бы. Вот не знаю, чего-то мне не хватило все-таки в этом хайлайтере, мне все-таки хотелось какого-то эффекта, наверное, как у Бека что ли, потому что вживую его все равно как будто как пудру видно на лице, и мне это не очень нравится, мне хотелось бы, чтобы он немножко больше сливался с кожей, ну вот не совсем то, чего бы мне хотелось, поэтому хайлайтер я, наверное, рекомендовать не стала бы, по крайней мере, этот оттенок для светлокожих, я считаю, не очень хорошо подходит, потому что этот слишком золотой для светлого типа кожи. Тональную основу я, напротив, могу рекомендовать, и я считаю, что если вы любите тональную основу и с таким вот мягким матовым финишем, который будет очень стойко держаться, то вполне возможно, что это, наверное, один из лучших вариантов, которые сейчас есть на рынке. Обязательно напишите в комментариях, какие у вас остались впечатления об этих двух продуктах, мне будет очень интересно, и в целом, интересует ли вас эта марка, заинтересовались вы этим новым релизом, что вам больше всего понравилось, что бы вы хотели заказать. Также не забудьте перед уходом поставить палец вверх этому видео, подписаться на канал, если вы все же еще до сих пор этого не сделали, и мы с вами увидимся тогда в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok